Загадочная фигура Альберта Эйнштейна получила всеобщее признание благодаря его новаторским теориям, изменившим наше представление о времени, пространстве и реальности. Например, в 1905 году Эйнштейн предложил специальную теорию относительности, которая вела революционную концепцию о том, что законы физики одинаковы для всех наблюдателей без ускорения. В ней также предполагалось, что скорость света в вакууме постоянно, независимо от скорости наблюдателя. Эта идея резко контрастировала с ньютоновской механикой и считалась необычной, поскольку приводила к странным выводам, таким как замедление времени и сокращение длины. Однако сегодня эти явления являются научно подтвержденными фактами. Развивая свою специальную теорию, в 1915 году Эйнштейн представил общую теорию относительности. В ней утверждалось, что гравитация – это не сила, действующая между массами, как предполагал Ньютон, а скорее искривление пространства-времени, вызванное массой и энергией. Мысль о том, что массивные объекты могут искривлять саму ткань реальности, была за гранью сюрреализма. Однако она была подтверждена наблюдателями, наиболее известными во время солнечного затмения в 1919 году, которая показала изгиб звездного света вокруг Солнца. Также в области квантовой механики мысленные эксперименты Эйнштейна привели к концепции жуткого действия на расстоянии, известной как квантовая запутанность. Вместе с коллегами Подольским и Розином он разработал парадокс, названный ЭПР, который поставил под сомнение полноту квантовой механики. Идея о том, что две частицы могут влиять на состояние друг друга мгновенно на огромных расстояниях, казалась в то время абсурдной. Однако многочисленные эксперименты с тех пор подтвердили это потрясающее явление. В целом Эйнштейн, физик-теоретик, получивший в 1921 году Нобелевскую премию в области физики, а также написавший свыше 300 научных работ по физике и почти две сотни книг на исторические и философские темы. Имя Альберта Эйнштейна известно каждому человеку на Земле. Даже если он этого не хочет, дух Эйнштейна будет преследовать его до конца дней. Именно таким помнят Эйнштейна. Однако немногие знают, что как личность он был весьма неординарен. Порой он вел себя противоречиво, грубо и даже безумно в глазах некоторых воспитанных господ. Что именно стало причиной недовольства и возмущений? Что ж, давайте разбираться. Когда-то Альберт Эйнштейн был младенцем. Он родился в 1879 году в немецком городе Ульме в семье евреев со средним достатком. В 1880-м Эйнштейны переехали в Мюнхен, где отец семейства с братом основали фирму, но вскоре обанкротились. Альберт плохо развивался, он не разговаривал до трех лет и родители боялись, что он так и останется отсталым ребенком, потому что более понятно, он начал изъясняться только к семи годам. Скорее всего мальчик страдал одной из форм аутизма, возможно синдромом Аспергера. Начальное образование он получил в местной католической школе. Сам Альберт считал себя очень религиозным. Мальчик твердо верил, что познание вселенной неразрывно связано с именем Бога. Он любил бывать в церкви, наблюдал за всеми действиями священников и только одно ему было непонятно, почему всесильный Бог допускает войны. Но в 12-летнем возрасте под влиянием научных трудов таких великих гениев, как Кант и Евклид, его взгляды резко изменились. Он начал скептически относиться к религии, думая, что это оружие в руках манипуляторов, коим он считал церковь и священнослужителей. Позже на вопрос о Боге он говорил следующие слова «Я верю в Бога Спиноза, проявляющего себя во всем сущем, под властным законом гармонии, но не в Бога, занятого судьбой и делами человечества». Неудивительно, что такие слова многие сочли оскорбительными, но его ничего не останавливало. Далее Эйнштейн продолжил обучение в Мюнхенской гимназии. Он выражал мысли нестандартным языком, использовав не совсем ясную для других терминологию, и при этом имел дефект речи. Поэтому некоторые педагоги продолжали видеть в нем умственного отсталого подростка. При этом Альберт уделял пристальное внимание только любимым точным наукам, а вот литература, история и немецкий язык отошли на второй план. Особенно трудно ему давался язык. Педагог даже предупреждал Эйнштейна, что школу ему закончить не удастся. Юноша возненавидел школу, он считал преподавателей выскочками, которые многого не знают, зато чувствуют свою вседозволенность. Нередко Эйнштейн не только пересекался угрюмыми взглядами с учителями, но и мог позволить себе что-то демонстративно обормотать себе под нос при их присутствии. Он заработал себе репутацию самого худшего из всех учеников. Позже, так и не получив документ об окончании гимназии, Эйнштейн с родителями уехал в Италию. Когда ему исполнилось 16, он решил продолжить образование в федеральной высшей технической школе в Цюрихе. Денег на дорогу у него не было, поэтому путь от Италии до Швейцарии он проделал пешком. Альберт блестяще сдал экзамены по точным наукам, тогда как гуманитарные были безнадежно провалены. Ректору понравился этот юноша, но так как он не мог принять его в свое учебное заведение, то порекомендовал ему поступить в школу на севере Швейцарии, а затем прийти снова поступать в университет. Альберт последовал совету и в 1896 году уже находился на обучении в политехнику Митцюриха. Учебу в институте давалось снова нелегко. Молодой Альберт постоянно спорил с профессорами, особенно с преподавателем по физике. Но в 1901 году он все же успешно оканчивает обучение, более того он получает диплом преподавателя. Поначалу ему сложно было найти работу, поэтому Альберт часто голодал. Из-за этого появились проблемы со здоровьем. Позже он получает рабочее место в Федеральном бюро патентований. Должность третьего эксперта не предполагала большую зарплату, но ученого она вполне устраивала. К тому же такая работа освобождала много свободного времени, что позволило Альберту глубже заняться изучением физики и разрабатывать теории. И вот, наконец, в 1905 году его научные статьи произвели фурор в мире науки. К электродинамике движущихся тел данная статья была основана известной теорией относительности. О движении взвешенных в покоящиеся жидкости частиц. Статья о броуновском движении частиц. Об одной эвристической точке зрения, касающейся появления и преобразования света. А также и статья из раздела квантовой механики. Через 4 года он, наконец, становится профессором и начинает свою работу. Но оплата была настолько низкой, что когда ему предложили стать заведующим кафедрой в пражском немецком университете, он немедленно согласился. Еще через 3 года он становится профессором в университете Берлина. И именно тогда начинается его настоящий труд и потрясающее открытие, известное на весь мир. Однако свои идеи, взгляды и убеждения Эйнштейн озвучивал не только в научной среде. Политика также непосредственно отразилась на жизни ученого. Он стал одним из известнейших адвокатов пацифизма на свете. Антивоенные наклонности проявлялись у Эйнштейна еще в детстве. Он избежал обязательной военной службы в Германии, оказавшись от немецкого гражданства в 1896 году и уклонялся от швейцарской армии, предъявив справки, что он негоден к службе. Так ли это было на самом деле, неизвестно. Убежденный противник самой концепции, воинской повинности, которую он называл узаконенным рабством, Эйнштейн, мягко скажем, не сильно расстроился от того, что здоровье так сильно его подвело. Первая мировая война превратила Эйнштейна еще более яростного защитника пацифизма. В такие времена, как наши, сказал он в 1914, как только война началась, только и начинаешь понимать, каким жалким тварям ты принадлежишь. Это была кульминация всего, чего он так долго боялся. Европа в своем безумии ввязывалась во что-то невероятно абсурдное. Но что шокировало его еще больше, это готовность его коллег, многих из которых он глубоко уважал, встать под знамена войны. Например, Фриц Габер стал ключевой фигурой в разработке отравляющих газов и самолично наблюдал за тем, как его разработка уносила 5000 французских и бельгийских жизней во время немецкой атаки на Ипре в 1915 году. Вальтер Нерст, который получил Нобелевскую премию в 1920, также активно участвовал в создании химического оружия. Но, пожалуй, самым страшным ударом для Эйнштейна стало публичное заявление Макса Планка о том, что эта война справедлива. Гайбер, Нерст и Планк оказались в числе тех, кто подписал так называемый Манифест 93-х. Открытое письмо 1914 года, в котором авторы выступали в защиту действий Германии и объявляли о необходимости войны. В ответ на это Эйнштейн подписал альтернативную петицию «Манифест к европейцам». Она призывала положить конец агрессивному национализму, но осталась не опубликованной, не собрав достаточно подписей. Несмотря на этом, Эйнштейн продолжал использовать весь свой авторитет для призывов к скорейшему прекращению войны и федерализации Европы. В ноябре 1915 года он написал Эссе «Что я думаю об этой войне», который обвинил в агрессии, приводящей к войнам биологическую природу мужского начала. Тогда же он начал активно развивать идеи создания международной организации, которая контролировала бы правительство разных стран. И несмотря на то, что многим его идеи были раздражительными, в 1920-е годы на фоне зарождающегося в Германии нацизма его позиция укреплялась, и он стал играть активную роль сразу в нескольких миротворческих кампаниях. В то время это казалось ему одним из немногих действенных способов выступить против слепоты мира. В 1922 году он вступил в Комитет Лиги Наций по интеллектуальному сотрудничеству, орган, призванный обеспечить культурный и ментальный обмен между странами в интересах мира на Земле. В 1931 году он называл себя воинствующим пацифистом, поскольку был убежден, что единственный способ остановить войну – это всеобщий отказ людей воевать. Однако превращение Гитлера из саркастического экстремиста в канцлери Германии в 1933-м изменило мир и заставило Эйнштейна пересмотреть свои взгляды. Когда Гитлер запустил свою государственную машину страха, особенно свирепо расправляющуюся с евреями, Эйнштейн осознал, что в определенных обстоятельствах пацифизм не панацея. Он понял потенциальную необходимость вооруженного сопротивления деспотическим режимам и отказаться от своей прежней пацифической позиции из-за тяжелого политического климата. В 1954 году он объяснил писателю Герберту Фоксу, как именно он скорректировал свое мировоззрение. «Я всегда был пацифистом, то есть отказывался признать военную силу как средство для разрешения международных конфликтов. Однако я полагаю, что цепляться за этот принцип безоговорочно было бы неразумно». Исключение должно делаться в случае, если враждебная сила угрожает какой-либо нации полным уничтожением. В 1933 году он отказался от немецкого гражданства во второй раз. 11 лет спустя прокомментировал трагедию Варшавского гетто и гибель более 300 тысяч человек следующими словами. Немецкий народ в ответе за эти массовые убийства и должен быть наказан как нация. Да, резко и грубо. Неудивительно, что эти слова приводило в бешенство многих жителей Германии. Год спустя его позиция отнюдь не смягчилась. В беседе со своим немецким другом Джеймсом Франком, Нобелевским лауреатом 1925 года, он заметил, что Германия совершила убийство миллионов мирных граждан по тщательно подготовленному плану. Дай им волю, они бы сделали это снова. В них нет ни чувства вины, ни раскаяния, говорил Эйнштейн. После того, как нацисты приговорили его работы к сожжению, Эйнштейн сразу после войны совершил свою маленькую месть, наложив запрет на издание своих книг в Германии. За это время взгляд Эйнштейна на перспективы человечества стал крайне пессимистичен. Война будет всегда, пока жив человек, заявил он. Теперь более чем когда-либо он был убежден, что система контроля над государством нуждается в капитальной реконструкции, иначе надежды нет. Он все более настойчиво продвигал идею о наднациональном парламенте, межправительственной организации, которая имела бы достаточно законодательной и исполнительной власти для сохранения мира. Она должна действовать как международная полиция, выполняя при необходимости функции международного трибунала. Иначе говоря, выступать той всеобщей силой, которой каждая отдельно взятая страна подчинялась бы беспрекословно, не увиливая от ответственности за свои действия. Но к его глубокому разочарованию ни Лига нации, созданная на пепелище Первой мировой, ни ООН, учрежденная после Второй мировой, не получили должной силы, чтобы преуспеть в достижение этой цели. Учитывая историю компромиссов, которым слишком часто прибегала ООН в угоду той или иной государственной власти, нельзя не согласиться с тем, что его опасения были, увы, не напрасны. Несмотря на все его добрые намерения за преданность идеи всемирного парламента, Эйнштейна постоянно обвиняли в безнадежном идеализме. И, возможно, не без оснований. Хотя кто-то, а этот человек прекрасно понимал всю опасность национализма в принципе, и особенно в ядерную эпоху. Выступая перед Чрезвычайным комитетом ученых-атомщиков в 1947 году, Эйнштейн заметил, высвобожденная сила атома изменила все, кроме нашего образа мышления, и таким образом мы движемся к беспрецедентной катастрофе. Он стал сторонником ядерного разоружения и создания международного руководящего органа для контроля над атомной энергией. Путь Альберта Эйнштейна от патентного клерка до Нобелевского лауреата и научного светила необыкновенен и весьма вдохновляющий. Его жизни и взгляды дают глубокое представление о том, как смелые интеллектуальные начинания могут переосмыслить наше понимание Вселенной. Наследие Эйнштейна не ограничивается уравнениями, теориями и научными революциями, которые он вызвал. Оно охватывает его жизненную философию и откровенные высказывания об обществе и политике. Он был убежденным защитником гражданских прав, решительным противником национализма и милитаризма, а также сторонником создания наднациональной организации. В основе его мировоззрения лежала непоколебимая вера в свободу личности, стремление к истине и важность интеллектуального смирения. Ученый всю жизнь сохранял чувство удивления и мистического восхищения природы, что символизирует его знаменитая цитата. Самое прекрасное, что мы можем испытать, это ощущение тайны. Это источник всех истинных искусств и наук. Он всю жизнь призывал критически мыслить, ставить под сомнение авторитеты и не терять чувство любопытства, несмотря на жестокие структуры образования и общества. Откровенные мысли Эйнштейна об ответственности ученых и интеллектуалов свидетельствуют о его глубоком понимании влияния и последствий своей работы. Сущность его духа, его пренебрежение условностями, неутомимое любопытство и сострадание к человечеству, продолжает звучать в веках. Его жизнь – свидетельство того, каких невероятных подвигов может достичь человечество, когда интеллект сочетается с совестью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok